серебро поперло ручкой по ходу серебряная по патине приветствую друзья на канале прусский шмурдяк сегодня выбрались покопать по лесу по лесу говорю по полю в поисках хороших артефактов куча мусора уже предварительно выкопано извиняюсь за ветер если есть то будет просто буду демонстрировать находки может что-то описать сейчас вот первая находка которую можно показать так вот такой сигнал был потом по форме увидел что это пломбочка у нас вот такая вот симпатичная и такая вся она в куче рисунков 34 а тут у нас вензелек да нет не вензелек надписи вот такая вот симпатичная пломбочка коллекционная приятно интересно с отличным рельефом так что будет что-то интересно будем вам показывать так что погнали не переключайтесь русский шмурдяк выбрался снова на коп капсюль от охотничьего снаряда а для армарки первый раз нахожу такой вот как она называется чеканием гравировочкой такой прикольненько копаем дальше так первая монета за сегодня десятка цинковая кайзеровская 24 года особо как бы какил такой пока так сейчас там еще кое-какие находки такие неинтересные так следующая находка вот такой лошадин солдатин всадник без головы так назовем его лошадь зато какой красивей это вот до его только что вот такая вот находка колечко бронзова вроде камешек на месте детская размер вообще малюсенький даже не понял что такое он камень какой-то видно в принципе ну прикольно нормально вот у меня мизинец вообще тут даже не вообще не залазит такого плана короче ладно копаем дальше рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискатель магазину деда мити огромный выбор металлоискатель снаряжение для поиска и аксессуары кроме интернет-магазина есть магазин в городе подольск за год и работы магазин получил тысячи положительных отзывов в магазине проходят акции действует система trade-in назовите промокод прусские шмурдяки получите скидку или отличные бонус для поисковых отрядов действуют особые условия магазин у деда мити ссылка будет в описании так было меня казировский единичка финишка на 1875 год вот с таким а ролик состояния ну не знаю почистки вот сейчас вон шайба лежит хороший сигнал шайба лежит может четыре феннинга или три зеленая но что-то много надписей ой тяжеленько так о все это ора о 25 25 гореков это у нас не помню это у нас французы шо ли я уже находил десятки 20 перевернутся вот рф вроде как французского сохнуть начала французская такая классная монета не знаю прикольненько симпатичная здоровая главная такая в коллекцию в альбом самая то пойдет такая вот штучка-дрючка погнали дальше так следующая находка вот такая вот рукоять накладка на пистолет она на игрушечный все равно красивая такая вот не целая лучше целых было бы интересней погнали дальше так шмуртина но такая интересненькая в рисуночках все односторонняя накладка на какой-то красивый нож вот начинает ломаться так что будем нагревать и выпрямлять медь она мягко может лопнуть но вещь такая действительно интересненькая симпатичненькая 10-1000 какие-нибудь бы ну шмуртичок такой берем идем дальше так друзья сигнал орущим просто вообще руками вот лежит очередная медная посмотрим кто очередная штучка а это трешка три фенинга не 4 блин залипшая печально что она такая залипшая конечно и затертенькая такая ну вот тут можно прочитать три фенинга 1000 какой-то год ну монета здоровая не знаю как и можно мимо вообще пройти зачет там напарник подошел тоже хабаров там нас собирал интересного ну монеток там кое-что есть интересненькая такой же вот такая красотка печально что состояние такое слабенькая но тем не менее находочка вот такой вот давайте вместе ромбик видите я не переворачивал во первых видно что остатки позолоты что-то я очень сильно надеюсь что это у нас значок немецких пионеров есть вот и бонусная находка за все и как состояние конечно не как из леса немецких пионеров но тем не менее плюс один в коллекцию печально сымали конечно факт находки фиксируем значок немецких пионеров гэйю чё зачет как не зачет а зачет еще какой ого-го состояние на 3 с минусом ну что делать какой есть главное есть еще сигнал как у пробки пуговица я не могу понять почему у меня так плохо звенело пуговица классная вот с такой вот короной вот она лялька то какая классная красота какая лепота кайф смотрите какой кайф я люблю такие пуговицы то постоянно смотрит знать что я люблю такие пуговицы на сушкам все дела рельеф какой просто пушка отлично лайкос находки наверно так сказать не самое но посмотрите на какой какой сохран по мере возрастания сейчас вот это вообще на семьдесят четвертый год вылезла вот на 913 только что от не стал снимать там еще монетки какие-то не снимал особо они блин состояние это смотрите водичкой надо мыть орлы различаются кстати ну это типа более позднее орел это уже а ранее на орел вот это более уже позднее вот пошло она как бы это у нас 800 и года вот это 900 и какой рельефчик отличненько кстати у товарища он сейчас все купил deus 2 и у него он просто по находкам меня просто убивает я просто не не догоняю его из последнего и брать хоть хабарницу такие две пуговицы с ушечками пожалуйста вот это красавица монета попала в кадр еще они в кадр не не попала в кадр на восемьдесят шестой год 5 феннингов тоже такое состояние у меди шикарная два наперска вот буквально расстояние сейчас вот такая вот находка в руки взял посмотрел понял что это такое это ребята у нас весовая гирька вон там внутри будут всякие эти обозначения в такой форме я никогда не находил но я где-то их видел так давайте внутри поковыряюсь и будем сейчас рассматривать так внутри я ничего не рассмотрел но это из набора весовый гирик смотрите у него патина образовалась она уже такая так сказать немолода немолода дама вес вот наверное как-то не могу не не могу я рассмотреть может он был где-то затерся но это есть весовая гирька вот такая вот штучка блин я у меня же коллекцию собираю по весовым гиркам у меня очень много древних гири которые для взвешения серебра древнего в общем такие находки потихоньку набираются набирается много хламчика немного постараюсь от ветра спрятаться и так нас следующее что не попала в кадр пуговка раз вот такая пуговка пуговка у нее сзади надпись есть петто моета не замуж вам через камеру будет виднее но ничего полтинничек вот такой попался вот такая полу брошечка сердечко потом какая-то такая заглебка с рисунками загнутая верховая хрень я еще подумал заберу кая на всякий случай они серебро ли это потому что патина видите да патина кусок серебра очень сильно похож а он не только похож а у него прям стоит что это что это серебро что это кусок серебра но прямо ты написано вот она 800 проба или вернее как его машу так нет вот так вот глаз алмаз до игру заберу проверю йодом на серебро она короче и так написано что серебро кусок серебра ну чё нормально зачет барахла полным полно монет куча вот так что так и серебро кусок лишненько еще копаем ветрища блин вообще ну что друзья вот еще серебро поперла ручкой по ходу серебряно по патине клейма у них обычного тут вот это был ножик под лезвие ставились вот квадратик сейчас ничего не видно скорее всего там должна быть проба слушайте по по цвету серебро вон реакция какая-то на металл на другой была тяжеленько такое блин я так так уверен что это все-таки серебрушка потому что вот проба еще стоит да надеюсь надеюсь что это будет проба ну прикольно на обзорчике наверно покажу потом или отдельно фотографии когда да не право проба там сейчас папа сейчас попробую опрыскать но у меня только зубная щетка чтобы почистить увидеть хотя давайте попробуем сейчас переключусь попозже ну товарищи можно не ждать экспресс-чистки чутье меня не подвело во первых вот здесь вот слово по на читательная да ну и вот проба поздравляю еще меня себя еще кусок серебра под конец копа поперла серебро вот она и проба 96 дробь 30 не знаю это они не стандартно не 800 а блин ветер ваше этот надпись говорит интересно ну чё за четище просто зачете сегодня лом хотя бы но отлично просто говорю я увидел пробы причем сейчас водой зубной щеткой чистил вот она даже легко чистится то есть железо отлетает лезвие другое вставим в домашние условия просто огонь супер ветер мешает ну чё вот танк есть сегодня потом смотрите нашел вот такую вот штучку дрючку тоже очень похоже на серебро возьмем на опыт и а то уже сегодня два серебряных изделия ну хоть проба я не этот мне кажется тоже будет серебро потом ля красота какая замочная шкважина как я лучше вот так правильно блин погнута немножко конечно но такая мощная крепкая все ноги с ногами взял такая очень приятно симпатичная фурнитура от мебели старинная целая и вот следующий вот сюжет у нас лежит тоже счет интересно уже более так на пряжечку что ли похоже да какую-то этот и здесь он куча в куча куча рисунков но там надпись так погодите-ка что-то на военную тематику вообще так на и не пряга он сверху голова нарисована смотрите надписи давайте водичка почистим посмотрим да я думал это в общем пряга значит это какой-то зацеп наверное по военной тематике вы посередине написано или эйрон принц а вот дойч ланд какой-то восточный плюс какой-то так это мне кажется какая-то планкетка для медали для какой-нибудь тема кстати прикольная вообще интересная лучше позолота осталась он флаг и такое смотрите трехкалорный типа ну на три деления здесь и другой блин где-то я видел вот это сейчас не могу вспомнить вообще что это такое вещь блин классная думал так вот вылезла пряга потом с вами смотрим а там лицо какое-то нарисовалась и вот пожалуйста или крон принц в дойч ланд дойч ланд класс так ну очень красивая штука такая пальчики наверно шкафчик выдвижной потом значит у нас кусочек серебра вот такая вот серебряная пряга пряжечка кусочек пряги вернее такая пряжечка посмотрите сломалась блин человек находит второй раз это вообще первый раз сказать что печать то есть вот она обломалась выглядела вот так вот причем точности так 2 я попрошу у него фотографию первые мне прислал чтобы посмотрели блин такое стекло прикольно но это ему распознать что это уже печать я думаю мне фотографию него тоже стекло вот тут только тут насколько я помню пупырышки в прошлом году же мы нашли у него 2 монетки такие такой шикарной патине финишки вот приятно такие монеты собирать к вот серебро прусси монтана три гроша 1700 и 1800 начала с шикарнейшим рельефом solid прусси скорее все тоже серебряная монета вот такой вот щиток в общем такие результаты у камрада на deus 2 не считая все остальное мои находки я вам покажу у себя дома итак у нас deus 2 против старичка deus 1 я не знаю по количеству или по качеству кто может победить вот такой вот куча барахла у меня сегодня попалась весовая гирька он там есть клей мышка монетки в процессе чистки вот значок колечки куча серебра серебро 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 наверное килограммы серебра мы унесли с поля так вот в чем же этот соревнование между deus 1 и deus 2 какое кто победил как ваше мнение оставьте в комментариях с вами был прусский шмурдяк копает человек они металлоискатель всем здоровья вам и вашим близким